Президент Южной Кореи Мун Джейн заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Южнокорейский лидер отметил, что встреча на высшем уровне может состояться, если будет способствовать решению ядерной проблемы и возобновлению межкорейских отношений. Напомним, накануне в демитриализованной зоне впервые более чем за два года прошли официальные переговоры между этими государствами. Их результатом стал допуск на Олимпиаду в Южнокорейском Кхенчхане спортсменов и делегаций из КНДР. Главная оппозиционная партия Туниса призвала к протестам против бюджета на 2018 год. Она называет его несправедливым, а также выступает против повышения цены налогов. Демонстрации обещают проводить до тех пор, пока власти не откажутся от изменений. Протесты вспыхнули в более чем 10 городах по всей стране после того, как 1 января правительство повысило цены на бензин и другие товары. Также были повышены налоги на покупку автомобилей, телекоммуникационные услуги, пользование интернетом и проживание в отелях. «Бюджет 2018 года нас не удивил. Мы выступили против реформы сразу, как только её представили в парламенте. Мы говорили об опасностях этого закона. Но общество начало всё осознавать только 1 января 2018 года, когда он вступил в силу». Повышение цен и налогов необходимо правительству, чтобы сократить дефицит бюджета и удовлетворить требования международных кредиторов. Однако оппозиция считает, что меры экономии нацелены на малоимущих и средний класс, и что это несправедливо. «Сегодня мы видели насилие, а также вандализм в магазинах и в частных домах. Конечно, мы это не поддерживаем. Однако это может быть естественной реакцией на голод и бедность, в которых тунисты живут годами». Тунис считают единственной мусульманской страной, которая пришла к демократии после восстания в ходе так называемой «Арабской весны 2011 года». Однако с тех пор здесь сменилось 9 правительств. И ни одно пока не смогло решить растущие в стране экономические проблемы. В конце прошлого года нынешнее правительство согласилось на четырехлетнюю программу финансовой помощи, которую предложил Международный валютный фонд. В обмен на экономические реформы страна получит 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Недавно назначенный премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий провел первый на своей должности переговоры с чиновниками Евросоюза. Выступая перед прессой после общения с главой Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером, он отметил, что главной темой обсуждений была польская судебная реформа. «Нашей целью было найти компромиссы, которые отвечают интересам Польши. Это было главной темой общения. Мы обсудили верховенство закона, а также объяснили, каковы причины проведения судебной реформы, какой она должна быть и как мы её видим». Руководство ЕС считает, что изменения в судебной системе политизируют польские суды и нарушают принципы демократии. В связи с этим Брюссель уже подал на Варшаву Европейский суд. Реформу провела правящая стране партия «Право и справедливость». Эта консервативная политическая сила по многим вопросам вступает в конфронтацию с политикой Евросоюза. Например, отказывается принимать мигрантов по квотам. Однако теперь, похоже, она решила изменить курс. Прямо перед визитом в Бельгию, премьер-министр Польши назначил новых министров иностранных дел, обороны и финансов. По мнению наблюдателей, это было сделано для того, чтобы улучшить отношения с соседними странами и прежде всего с Брюсселем. «Лучшая форма диалога – это обсуждение, а не два монолога. Мы хотим вести переговоры, чтобы представить наше видение. Сегодня был важный для этого день». Моровецкий – бывший банкир и министр финансов. Его назначили премьер-министром в прошлом месяце в середине парламентского срока. Экстремальные погодные условия продолжают будоражить разные регионы мира. Это восточный Мадагаскар. Здесь в выходные пронесся тропический циклон Ава. Скорость ветра достигала 190 км в час. Не менее 29 человек погибло, десятки пострадали и еще тысячи лишились крова. Часть остронной столицы затоплена. Но больше всего пострадал регион в 400 км южнее. Там оползня накрыла жилой дом, убив семью из восьми человек. По данным властей, покинуть свои дома были вынуждены более 60 тысяч мадагаскарцев. Более 16 тысяч школьников не смогут вернуться в школы из-за опасности схода в оползней. У нас семья из шести человек и наш дом полностью в воде. У ребенка сильный жар, поэтому мы решили прийти сюда. А это Южная Калифорния в США. Здесь тоже наводнения и оползни. Их внезапно вызвали сильные дожди. Сообщается о 13 погибших. Селевые потоки сходятся с склонов, которые в прошлом месяце выгорели в ходе сильных пожаров. Тысячи жителей округа Санта-Бабара к северу от Лос-Анджелеса получили приказ эвакуироваться. Это уже итальянские Альпы. Здесь сильный снегопад отрезал от мира несколько деревень и лыжных курортов. Там, по данным властей, находятся несколько тысяч отдыхающих. Из-за опасности схода лавин закрыты дороги рядом со швейцарской границей. На них работает снегоуборочная техника. Многие так называемые водители выходного дня думают, что они хорошо водят. Но они застряли в снегу посреди дороги и мешают бульдозерам. А это Индия. Знаменитое озеро Дал в штате Джаму и Кашмир. Оно частично замёрзло. Температура воздуха минус 6. Нынешние зимы для региона – это рекорд. При этом местные жители не расстраиваются, а наоборот ожидают, что зимняя сказка привлечёт сюда ещё больше туристов. Многие жители других уголков Индии никогда не видели снега. «Сегодня утром я вышел из дома и подумал, как же я буду добывать еду. Потом выяснил, что можно проплыть на маленькой лодке. У нас даже вода в кранах замёрзла. Но, надеюсь, станет больше туристов». «Отличные ощущения. Мы с друзьями в Кашмире впервые. Приехали утром, и было очень приятно смотреть на замёрзшее озеро. Мы узнали, что здесь ещё есть заснеженные места, и мы съездим туда». И напоследок тоже снег, но в самом неожиданном месте. Это пустыня Сахара. Кадры сняты недалеко от алжирского города Айн-Сефра. Впрочем, такой белый покров здесь не залёживается и быстро тает в течение дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok